Здравствуйте, Маргарита Рудольфовна! Вы задали три вопроса, я сейчас вам на них отвечу. Первый вопрос был связан с тем, как проводить вычисления в диалогах с ботом. Я вам высылал вот этот образец формулы по физике, где необходимо при правильном ответе менять переменную и показывать баллы за правильные ответы. Делается очень просто. Вот эта строчка, как она появилась? Пользовательские переменные, задать значение. Появляется вот такая вот строчка. Вот такая вот строчка. Вот такая вот строчка. Custom var. Пробел k равняется value. k это название переменной. Например, можете написать слово бал. И тут вместо value написать значение. Например, 0. То есть поначалу баллы равны нулю. Вот и всё. Вот так я и написал. В вашем примере эта переменная есть. Если переход осуществляется на взаимодействие, где правильный вариант ответа и необходимо переменную увеличить, так и пишется custom var под названием балл равно единичка. Всё. Эта переменная присвоилась. Что показать переменную используется другой вариант. Show var. Показать переменную под названием балл. Вот это делается в конструкторе так. Пользовательские переменные. Получить значение show var. Получить или показать. Вот оно и показалось. Вот и всё. Если вы хотите проводить более сложные вычисления, такие как сложение, вычитание, умножение, деление. Вот они тут есть. Я советую обратиться к документации. Вот эта документация, арифметические функции. Она уже переведена на русский язык. Здесь можно посмотреть, как это делается, инструкцию, и посмотреть ролик на английском языке. Но субтитры в нём можно включить по-русски. То есть я не знаю, что именно вы хотите вычислять, но вычислять можно вот по этим действиям. Следующий ваш вопрос был связан с оплатой через бота. Как я уже говорил, платформа SnatchBot не годится, потому что Paypal теперь не работает в России. Поэтому я рекомендую рассмотреть другую платформу отечественную. Называется RoboChat.io. О, тут хорошая техподдержка. Я сам научился, и вы можете научиться, если захотите. Суть очень проста. После приветствия диалога в диалоге в Телеграм или ВКонтакте. Вот у меня есть этот бот. Давайте запущу его ещё раз. Удалю этот чат. Покажу ещё раз, как он работает. Ну вот, тут есть кнопочка «Проверить». Запускается «Приветствие», и вот он начинает работать. Это реально продающий бот. Появляется моё изображение, «Приветствие». И вот эта кнопочка «Оплатить». Перейти к оплате. Всё работает. Я показываю. На Юмане. Это российская платёжная система. Она теперь принадлежит Сберу. И вот название, за что платить, по какой карте. Всё работает. А тут в самом конструкторе создаётся вот такая кнопочка. Выбирается платёжная система. Тут их есть две. Киви и Юмани. Для юрлиц, физлиц. Неважно. Можно такие кошельки привязывать. Вводить сумму. В данном случае сумма равнопеременной. А можно просто цифру написать. И после оплаты на Юмане, диалог возвращается. Присваивается переменная здесь, что он оплатил клиент. И дальше уже идёт само занятие. Следующий этап, следующий диалог. Вот и всё, что касается оплаты. Платформа RoboChat. Есть и другие, но я изучил эту. Она хорошая по тарифам. До 500 клиентов бесплатно. Нет, до 250 бесплатно. А потом нужно платить доллар в месяц, если клиентов до 500 человек. Это очень хорошие показатели. За 1 доллар в месяц до 500 клиентов. И, наконец, третий вопрос. Вы спрашиваете, как при помощи бота бронировать консультации? Какие-то встречи, индивидуальные занятия, диагностики между учеником, клиентом и репетитором, педагогом. Очень просто. Я не советую связываться с ботами. Бот только может дать ссылочку. В данном случае, когда у ученика в этом моём боте возникает проблема, то у него есть кнопочка «Нужна помощь». И бот посылает на страничку tdcall.com. Вот такая вот tdcall. Это бесплатный сервис. Возможно, вы про него слышали. Я по нему тоже провожу микротренинги. Вот пример, как работает tdcall. Я, как владелец этой системы, завёл периоды, даты, когда могу проводить занятия. А очередной клиент мой может забронировать это занятие. И он должен написать своё имя, имейл, какие-то ещё сведения о себе. И как только мой клиент забронирует этот период времени, то остальные этот слот, эту ячейку времени уже не увидят. Вот и всё решение. Без бота, при помощи системы бронирования. Спасибо за внимание. Мне кажется, я ответил на все ваши вопросы. Всего доброго.